Сохранять производственные показатели и грамотно планировать такие напутствия получили окружные аграрии на заседании сельскохозяйственного совета при губернаторе Ненецкого округа. В рамках совета подведены итоги работы отрасли, отмечены основные достижения и озвучены задачи на предстоящий финансовый год. В новых экономических условиях окружным аграриям предстоит так спланировать свою деятельность, чтобы не понести финансовые убытки. Оленеводство и молочное животноводство – приоритетные направления сельского хозяйства в нашем округе. При поддержке региона фермы и сельхозкооперативы заметно улучшили свои производственные показатели. Так, производители молока получают поддержку объемом в 20 раз выше, чем была в 2013 году. Поголовье частных и общественных оленей с каждым годом растет. Аграрии имеют ульготы на электроэнергию и кредитование, доставку продукции на местный рынок. С одной стороны, мы с вами можем констатировать, что уровень поддержки наших аграрьев по ряду направлений в разы выше, чем в соседних регионах. Я думаю, вы это прекрасно знаете, каков уровень поддержки и в Архангельске, и в Коми. И самое, что вызывает, наверное, сожаление, то, что зачастую выделяемые средства не всегда используются эффективно. В новых экономических условиях к расходованию средств стоит подходить максимально рационально. В следующем году субсидии сельхозпроизводителям и перерабатывающим предприятиям сократятся с 747 до 619 миллионов. По плану поддержка уменьшается как со стороны округа, так и федерального бюджета, которое предоставляется Ненецкому округу на условиях софинансирования. Если округ сокращает сумму субсидий, федеральная дотация не выплачивается. Рассчитывать на какие-то перспективы радужные не приходится. Очень хочется, чтобы вы сейчас прониклись и поняли, и построили свои финансовые планы своих предприятий, исходя из вот этого пессимистичного прогноза. Потому что в следующий год у нас максимальные расходы 12 миллиардов. Не надо думать, что завтра что-то появится. Давайте реально посчитаем то, что мы можем сделать. Так, руководителям оленеводческих хозяйств, которые смогли нарастить поголовье к предыдущему году на 6%, необходимо строить финансовый план, исходя из новых ставок субсидирования. Не 150, а 130 рублей за килограмм реализованного мяса. Как сказал Дмитрий Киселёв, направление поддержки будет меняться в сторону общественного поголовья. За последние 20 лет частное поголовье увеличено более чем в 2,5 раза. Общественное выросло только на 30%. В то же время это стадо даёт рынку более тысячи тонн мяса ежегодно, тогда как частное поголовье не более 250 тонн. Мы ведь выполнили ту задачу коллеги с вами, которая была в конце 90-х поставлена, в начале 2000-х. То есть мы вернули поголовье, даже динамика, таблица вам показала, что мы вернули то поголовье, которое у нас недоставало в последние годы. Сейчас мы меняем направление субсидирования, его виды для того, чтобы нам максимально большую получить, условно, извините за такое слово, выхлоп, с тех субсидий, которые будут даваться из той поддержки. На заседании сельскохозяйственного совета были озвучены и проблемы, которые стоят сегодня перед оленеводческими хозяйствами. Дефицит квалифицированных кадров, грамотный управленец во главе предприятия, истощение и загрязнение пастбищ. Возможно, решение именно этих проблем позволит не снижать производственных показателей в новом году.